В истории Советского Союза нет более неоднозначной фигуры, чем Иосиф Виссарионович Сталин. Прожив жизнь в борьбе со своими врагами, его судьба стала ярким подтверждением старой истины. Борясь с врагом, ты обретаешь его черты. Никто из современников не остался равнодушен к этому харизматичному и многогранному политику. Личность и биография Сталина в современном обществе по-прежнему громко обсуждается. Одни считают его великим правителем, приведшим страну к победе в Великой Отечественной, другие обвиняют его в геноциде, голодоморе, терроре и насилии над людьми. Вы на канале Фактор Юз, и в этом выпуске я расскажу историю жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Иосиф Джугашвили родился по официальной версии 21 декабря 1879 года в городе Гори, тогда еще принадлежавшем Российской империи. О дате его рождения ходят споры, поскольку числа в разных документах разнятся. Но все-таки официальный день рождения Иосифа, признанный всей страной, приходится на указанную ранее дату. По национальности Сталин являлся грузином. Его отец Виссарион Иванович принадлежал к низшим слоям общества. Он был обыкновенным сапожником. Мать Екатерина Георгиевна была родом из крепостных крестьян. Иосиф был третьим, но единственным выжившим ребенком в семье. Его старшие брат и сестра умерли еще в младенчестве. Сам он тоже не был крепышом. С раннего детства его преследовали различные проблемы со здоровьем. А в семь лет его сбил легковой автомобиль, и с тех пор его левая рука стала плохо слушаться. Отец Иосифа Виссарион Иванович был пьяницей, вследствие чего и сам мальчик, а также его мать, неоднократно подвергались избиениям со стороны главы семейства. Мать Екатерина Георгиевна была тихой и спокойной женщиной. Души не чаяла в сыне, называя его Сосо, и всеми силами старалась скрасить ему жизнь. Екатерина видела своего ребенка образованным, что для нее означало поступление на службу в священники. Но ее надежды не увенчались успехом. Сталин вырос уличным баловнем и основную часть времени проводил не в церкви, а в компании местных хулиганов. По причине слабого здоровья Иосиф не мог заниматься тяжелым физическим трудом, поэтому решено было отдать мальчика в Горийское духовное училище, куда он поступил в 1888 году и успешно окончил его шесть лет спустя. В семинарии Иосиф проявил себя одаренным и талантливым учеником, так как ему с легкостью давались все без исключения предметы. Эта же тяга к новому и привела его в ряды революционеров за год до окончания семинария. Подростка заинтересовали труды Маркса и политические взгляды партии социал-демократов, возглавляемой Лениным. Он горячо поддерживал революционное движение и ленинские идеи, а потому, не раздумывая, вступил в грузинскую социал-демократическую организацию Мисамедаси, откуда и начался его политический путь. Тогда же он стал руководителем нелегального кружка марксистов, в котором занимался пропагандой. Именно в этой организации он открыл себе лидера. Иосиф Джугашвили окончательно выбрал свой путь и стал ярым сторонником большевизма. Там же появляется и первая подпольная кличка Коба. Он перепробовал много прозвищ, но в итоге взял себе псевдоним «Сталин». Ради революционных идей пришлось даже пожертвовать образованием. В стенах семинарии не потерпели новоявленного революционера, и Сталина исключили незадолго до выпускных экзаменов с формулировкой «неявка на экзамен по неизвестной причине». Его образование было не окончено. Все, чем он располагал после нескольких лет обучения, это свидетельство о том, что он может стать учителем начальных училищ. К началу XX века Джугашвили становится авторитетным революционером. Он активно занимается пропагандой марксистских взглядов, тем самым укрепляя свои позиции в политике. К этому же времени относятся его знакомства с Владимиром Лениным, а также другими видными революционерами. Путь к власти был непрост, пришлось забыть о спокойной жизни. Молодого революционера неоднократно арестовывали, отправляли в ссылки и тюрьмы. Однако Иосиф был настолько ловок и изворотлив, что ему всегда удавалось бежать. В это же время он получает пост главного редактора «Правды», известной большевистской газеты. Сталин работает в паре с Лениным, которому импонирует решительность и смелость грузинского революционера, его готовность идти до конца в завоевании власти. Так Иосиф становится правой рукой Ленина. Сразу после Октябрьского переворота Ленин, ставший во главе правительства, назначает Сталина наркомом по делам национальностей в Совете народных комиссаров. Через некоторое время Сталин становится активным участником гражданской войны, во время которой проявил свои необыкновенные способности, профессионализм и лидерские качества. Когда началась Гражданская война, Сталин был назначен председателем Военного совета Северокавказского военного округа в 1918 году. Позднее Сталин являлся членом Реввоенсовета Южного фронта, затем членом Реввоенсовета Республики и представителем в ЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны с конца 1918 по май 1919 года, а также с мая 1920 по апрель 1922 года. Во время Гражданской войны Иосиф Виссарионович получил огромный опыт военно-политического руководства крупными силами войск на многих фронтах, в том числе оборона Царицына, Петрограда, на фронтах против Врангеля, Деникина и Белополяков. Ленин максимально приблизил Сталина к себе, назначив после успеха Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, где тот принимал очень активное участие народным комиссаром по делам национальностей. То, что ему поручили решение национального вопроса, говорило о высоком доверии со стороны Ленина, но было очевидно, что сам Сталин хотел большего. Сталин упорно шел к своей цели, а именно единоличной власти. С 1921 года, когда Ленин все чаще оставлял политическое руководство делами партии на помощников по причине болезни, Иосиф Виссарионович был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Должность в то время не предполагала такого широкого круга полномочий, какие позже ввел новоиспеченный генсек, отодвинув сторону политбюро. Ленин незадолго до своей смерти в 1924 осознал, какую ужасную ошибку он совершил, доверив бразды правления такому опасному соратнику. В своих письмах он просил удалить Сталина от власти и не доверять ему ответственных должностей. Но эти послания слишком запоздали. Политическая машина под названием Сталин уже вовсю набирала ход. Незаметно для других расчетливый генсек сосредоточил всю власть в своих руках, при этом не забывая прикрываться выполнением задач, намеченных товарищем Лениным и строгим соблюдением партийной линии. Сталин планомерно истреблял своих бывших соратников, самых ярких революционеров, чтобы никто из них не претендовал на пост главы государства. Его гибкий ум и тонкое чутье людей позволили ему окружить себя сторонниками, которые готовы были поддержать Сталина во всех начинаниях. Успех политики Сталина заключался в грамотной кадровой расстановке. «Кадры решают все» – это цитата Иосифа Виссарионовича на выступлении перед выпускниками военных академий в 1935 году. За первые годы у власти он назначил более 4000 партийных функционеров на ответственные посты, тем самым сформировав костяк советской номенклатуры. Николай Бухарин стал автором концепции национального вопроса, которую генсек взял за основу своего курса. Появился лозунг «Сталин – это Ленин сегодня», а сам же Сталин активно продвигал идею, что он является преемником Владимира Ильича и буквально насаждал культ личности Ленина, укреплял вождистские настроения в обществе. Ну а Лев Троцкий при поддержке близких ему идеологически экономистов разработал план форсированной индустриализации. Именно Троцкий стал главным противником Сталина. Разногласия между ними начались задолго до этого. Еще в 1918 году Иосиф возмущался, что Троцкий, новичок в партии, пытается учить его правильному курсу. Сразу после смерти Ленина Лев Давидович попал в немилость. В 1925 году ЦК подытожил вред, который нанесли партии, выступление Троцкого. Деятеля сняли с поста главы Реввоенсовета. На его место был назначен Михаил Фрунзе. Троцкий был изгнан из СССР, а в стране началась борьба с проявлениями тракцизма. Сам же Троцкий осел в Мексике. Он был ликвидирован агентом НКВД в 1940 году. Советский Союз в этот период был аграрной страной, и первый удар власти пришелся на крестьянство. Сельчан стали объединять в колхозы, и если беднякам и середнякам это было даже выгодно, то для зажиточных крестьян такая политика государства стала гибельной. Кулаки были не нужны, они только мешали. В результате создания колхозов целый слой самых крепких, умелых хозяев просто разорили и выгнали с насиженных мест на верную гибель. Когда обстановка достигла критических масштабов, Сталин выступил с заявлением о перегибах на местах. Насильственная коллективизация, концепция которой была принята в ноябре 1929 года, уничтожила традиционное сельское хозяйство и привела к ужасным последствиям. В 1932 году массовый голод поразил Белоруссию, Украину, Кубань, Поволжье, Южный Урал, Казахстан и Западную Сибирь. Однако, когда сельхозпродукция стала производиться с избытком, глава государства начал продавать ее за рубеж. В обмен приобреталась индустриальная техника для развития промышленного производства страны. Сталин хотел превратить молодую Советскую Республику из отсталого аграрного придатка в индустриальную державу. И ему это удалось в полной мере. К концу 30-х годов, то есть за две пятилетки, Советский Союз вышел в лидеры по росту промышленности и показателям технического прогресса. Развитие всех отраслей народного хозяйства шло просто огромными темпами, однако достигалось все это немалыми жертвами, как физическими, так и социальными. Уровень жизни народа был ниже, чем при обычном развитии, идущем своим ходом. Вложения в социально значимые проекты были ограничены ради выполнения планов по научным разработкам и индустриализации. Не забывал Сталин и о пропаганде своей политики в народной среде. Не уставая объявлять себя верным последователем ленинского дела, он к концу 30-х годов сообщил, что строительство социализма в отдельно взятой стране завершено. А все помехи и препятствия на тот момент организуют вредоносные единицы, которые хотят помешать советской власти исполнить волю народа. И вот под этим соусом развернулась настоящая охота на так называемых врагов народа. К 40-м годам Сталин стал настоящим диктатором. Он показал себя выдающимся руководителем, который в короткий срок смог сделать страну одной из сильнейших промышленных держав. А Великая Отечественная война стала настоящей проверкой на прочность для этого руководителя и всего советского народа. Само начало войны было для Сталина во многом неожиданным. В последние два месяца перед войной он получил множество сообщений разного рода о прямой подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Предупреждения шли по линии разведки от дипломатов, от правительств США и Великобритании. Но он до последнего верил, что все военные приготовления немцев – обыкновенный блеф. Он был уверен, что сумеет переиграть Гитлера. И когда случилось наоборот, то он ощутил растерянность и злобу на тех, кто сумел перехитрить его. Поэтому он даже не выступил с обращением к народу в день начала войны. Только 3 июля 1941 года, когда огромные территории уже были захвачены немцами, десятки тысяч людей погибли, тысячи лишились крова, граждане страны услышали голос Сталина по радио. Обладая всей полнотой власти, Сталин наряду с хозяйственными, политическими, дипломатическими вопросами решал военные и военно-политические проблемы. Это была, безусловно, огромная ответственность и сверхчеловеческое напряжение сил. Но опыт гражданской войны, в которой он участвовал, был в новых реалиях явно недостаточен для человека, занимающего пост верховного главнокомандующего. Все эти стечения привели к многочисленным стратегическим просчетам, а просчеты в военное время – это загубленные человеческие жизни. Однако многие отмечают и значительные заслуги Сталина как переговорщика. Именно он сумел организовать союз с Великобританией и США против Гитлера и убедил их открыть второй фронт. Во всех конференциях времен Второй мировой он играл ведущую роль, при этом добиваясь от оппонентов соглашений на нужных условиях. Именно Сталин настоял на созыве Нюрнбергского процесса, чтобы мир узнал обо всех преступлениях Германии. Великая победа советского народа над немецким нацизмом укрепила единовластие и сделала поклонение отцу народов почти культовым. Несмотря на то, что уровень жизни в стране оставался очень низким, Сталин был сконцентрирован на повышении обороноспособности государства. В послевоенные годы Иосиф Виссарионович способствовал созданию в стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием и ставшуюся учредителем ООН, являющуюся постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вета. Огромные разрушения, принесенные войной, требовали от народа много усилий для восстановления страны. Экономика государства медленно выздоравливала, но все-таки выздоравливала. В декабре 1947 года были отменены карточки, продукты и товары поступили в свободную продажу. Были снижены цены на хлеб, муку, макароны, крупу и пиво. Государственные цены на мясо, рыбу, сахар, кондитерские изделия, алкоголь и табак не менялись. Молоко, яйца, чай и фрукты, так же как ткани, обувь и одежда, поступили в продажу по ценам, которые были ниже коммерческих, примерно в три раза. 29 августа 1949 года было испытано советское атомное оружие. Ядерный щит позволил сделать шаги по укреплению финансовых систем. 28 февраля 1950 года вышло постановление Совета министров СССР, в первом же пункте которого говорилось прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу в соответствии с золотым содержанием рубля. Сталин создавал платежную систему, альтернативную мировой. Только рубль тогда в мире имел золотое содержание, напрямую минуя доллар. Внешняя торговля СССР начала осуществляться в рублях, в золотых рублях. В том же 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи, в котором его члены и начали торговать в золотых рублях друг с другом, а также с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и со многими другими развивающимися странами. По факту создавая огромный экономический континент без участия американского доллара. Известно, что первый раз Сталин женился в 1906 году на Екатерине Сванидзе, которая родила ему первенца Якова. Через год семейной жизни Екатерина умерла от тифа. После этого Иосиф посвятил себя служению страны и только через 14 лет вновь решился на брак с Надеждой Аллилуевой, которая была моложе его на 23 года. Но это не стало помехой их браку и рождению детей Василия и Светланы. В 1939 году Сталин снова овдовел. После их очередной ссоры жена покончила с собой, оставив ему, по словам дочери, ужасное полное обвинений письмо. Он был потрясен и разгневан ее поступком, и потому даже не пришел на ее похороны. Дети Иосифа Виссарионовича подарили отцу девять родных внуков, самая младшая из которых, дочь Светланы Аллилуевой, появилась уже после смерти вождя народов в 1971 году. На родине прославился только Александр Бурдонский, сын Василия Сталина, который стал режиссером театра российской армии. Также известен сын Якова Евгений Джугашвили, написавший книгу «Мой дед Иосиф Сталин. Он святой». И сын Светланы Иосиф Аллилуев, построивший карьеру кардиохирурга. Кстати, на нашем канале есть ролики про Василия, Якова и Светлану. Все ссылки будут в описании к этому видео. Обязательно потом посмотрите. Сталин умер внезапно. Конечно, к тому времени он уже не мог похвастаться отличным здоровьем, но кончины великого диктатора явно никто не ждал. Это произошло у него дома 5 марта 1953 года. Причиной смерти Иосифа Сталина стало кровоизлияние в мозг, однако официальная причина его смерти неоднократно подвергалась сомнениям. Сталин действительно был своего рода иконой, ему верили, а некоторые на него даже молились. Люди плакали, когда скорбное известие достигло всех уголков Советского Союза. Во время похорон Сталина, когда траурная процессия шествовала по улицам, они не смогли вместить всех желающих проводить вождя в последний путь. Этому человеку действительно удалось сотворить себе всенародную любовь. Вначале некрополем для него стал мавзолей, в котором лежало тело Ленина. Позже, после развенчания культа личности, гроб с телом Сталина вынесли из мавзолея и перезахоронили у Кремлевской стены. На могиле был установлен бюст вождя, а дата смерти Сталина ознаменовала конец целой эпохи. После того, как Сталина не стало, на 20-м съезде Коммунистической партии генеральный секретарь Никита Хрущев зачитал доклад, в котором развенчал культ личности Сталина. Делегаты съезда находились в большом шоке. Они совсем не ожидали такого поворота событий. И возник неоднозначный вопрос. Стало ли проще жить при Хрущеве по сравнению с эпохой сталинского террора? Сталин был лидером, причем с точки зрения экономики государства очень хорошим. Именно такой был нужен Советскому Союзу в то непростое время. А многие люди до сих пор характеризуют Сталина только с положительной стороны. А как лично вы относитесь к Иосифу Сталину? Как оцениваете его как политика, стратега и управленца? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, а также ставьте лайк и делитесь роликом в социальных сетях. Это очень сильно поможет продвижению, и именно благодаря вам этот выпуск может увидеть большое количество людей. Также мы есть ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Все ссылки будут в описании к ролику. Субтитры создавал DimaTorzok